Сто лет искусства. В Сызранском драматическом театре имени Алексея Толстого стартовал юбилейный сезон. Сто лет отметили премьерой ревизор Гоголя в постановке режиссера театра Олега Шахова. О спектакле и особенном юбилее наш следующий материал. За свою столетнюю историю Сызранский драматический театр имени Алексея Толстого не раз ставил произведения Гоголя. Сто лет назад большая жизнь храма искусства началась с классики, с Островского. Сегодня театр славится спектаклями современных драматургов. Прошлый год прошел под знаком нового искусства. Да и ревизор в постановке режиссера Олега Шахова не так прост, как кажется. В ней все произведения Гоголя, и Панночка, и Ви, и Бог, и нечистые силы. Все там, не только городничий и проверяющий его лица. Это целый мир, поэтому здесь все найдут для себя что-то интересное. Потому что и детям, и после 12, и школьникам, которые проходят это в своих школах, и взрослым людям, которые уже поработали и знают, что такое проверки и ревизии. Еще одна веха истории Продина. Сто лет не просто юбилей, а серьезный рубеж эпохи. Главное празднование этого события состоится в декабре, 7 числа. Театр отметит день рождения. Но и осенью зрителя ждет немало сюрпризов. Впереди премьера «Космикума» в разработке идея музыкального спектакля «Ромео Джульетта». В ноябре театральная ночь в рамках «Ночи искусства», а еще фестивали, любимые постановки и классика. Скучать публика не будет. Театр всегда был местом культурного притяжения для всех сызранцев. И не только для жителей нашего города, но и для жителей всего Правобережья. Потому что к нам приезжают жители и города Октябрьска, и из Шибон, из Сызранского района. И все всегда с удовольствием смотрят постановки нашего Сызранского драматического театра. Грандиозные и яркие события в год празднования юбилея театра не будут одноразовой акцией. В планах у труппы в этом году реализовать давнюю мечту. Уже до Нового года в театр имени Алексея Толстого поставить «Буратино». Классическая интерпретация, сказка, как она написана в книге, должна стать программным спектаклем.